У меня появилась сумасшедшая идея. Видите, сзади меня здание? Этот недострой, который долгое время строился, и сейчас его вообще забросили, и он не строится. И я хочу залететь в один из пролетов этого здания, либо в окно, там где нет, в общем, стекол. И мне это все нужно, потому что я хочу показать, как снимать эффект дрон-телепорт. И я долго думал, какую дырку найти, и нашел, наверное, самую опасную. В общем, погнали, посмотрим, что у меня получится. Let's go. Чтобы сделать эффект дрон-телепорт, вам нужно 2 приблизительно одинаковых пролета, с одной скоростью. И угол камеры должен быть в обоих пролетах приблизительно тоже одинаковым. Также пролеты нужно делать в разной местности. То есть, когда дрон залетает в телепорт, он должен переместиться в другую местность, чтобы сразу же это было видно. Также в первом пролете вам нужны какие-то границы. То есть, какая-то дырка, через которую дрон пролетит, и в эту дырку вы вставите сам телепорт. Продолжение следует... Мне нужно сначала обследовать это место, так как это стройка, здесь могут быть какие-то детали, провода, что-то еще, за что может дрон зацепиться. То есть я точно должен быть уверен, когда я буду залетать внутрь здания, что я не зацеплюсь за какой-то провод, либо что-то другое. Продолжение следует... Ну что, все получилось. Мне не пришлось лезть на стройку, дрон цел, пролет удался. И я люблю такой урбан, когда что-то строится, все развалено, это очень круто выглядит в кадре. Если раньше я ленился устанавливать фильтр на дрон, то сейчас я летаю постоянно с фильтром. Я его даже не снимаю, он постоянно у меня установлен, ND-16. И летаю на автомических настройках. Штриспид автоматически ставится где-то на 1.50, то как мне нужно. То есть в два раза выше, чем FPS. Погнали к монтажу, я расскажу, как это делать более подробно. Чтобы получить нужный мне пролет, я сначала аккуратно, медленно залетел в здание. Потом по той же траектории вылетел назад. Я сделал три таких пролета в разных местах. Но для эффекта телепорт я выбрал последний. Здесь на крыше я залетел в шахту лифта. В этом пролете границы для телепорта были максимально ровными. Монтировать я буду Final Cut Pro. Здесь я уже подготовил два пролета. Первый это шахта лифта, куда мы установим телепорт. И второй мы телепортируем дрон на остров Бали. Так как в первом клипе мы делали пролет задом, нам нужно сделать реверс. Затем дублируем этот клип и перетаскиваем так, чтобы они были друг под другом. Дальше нужно найти место, где мы хотим открыть телепорт. Нажимаем B, делаем Blade. Затем нижний клип уменьшаем к сделанному блейду. Теперь приходим в раздел эффектов, находим здесь Draw Mask. И перетаскиваем Draw Mask на верхний клип, там где у нас будет телепорт. Теперь в начале клипа с помощью контрольных точек выделяем наш телепорт. У меня будет квадрат, но у вас может получиться любая другая фигура. Здесь все зависит от дырки, в которую залетал дрон. Теперь нажимаем на чекбокс рядом с Invert Mask. И также добавляем немного размытия по краям телепорта. Затем открываем панель Transforms. И здесь выставляем контрольные точки. Дальше понемногу мы перемещаемся вперед клипа и изменяем контрольные точки. Так, чтобы углы телепорта совпадали с углами вот этой бетонной конструкции. Здесь, когда углы телепорта заходят за границы, проще использовать Scale. И с помощью кейфреймов мы будем увеличивать наш телепорт по размерам вот этой бетонной конструкции. Все, мы подготовили отверстие для нашего телепорта. Теперь нам нужно наложить эффекты. Для плавного открытия телепорта нам нужно растянуть нижний клип. На стык двух клипов закидываем глитч-переход. Это и будет эффектом открытия нашего телепорта. Этот эффект я закину в телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Теперь поверх эффекта нам нужно наложить звуки. Все звуковые эффекты будут в архиве. Ссылка в описании. Теперь нам нужно наложить музыку. Музыку я беру на сайте Epidemic Sound. Всем рекомендую этот сайт. Очень удобно искать музыку. И там просто нереальное количество крутых треков. Ссылка на этот сайт будет тоже в описании к этому видео. Все, у нас теперь все готово. Давайте посмотрим, что получилось. ПОДПИШИСЬ! На самом деле все очень просто. Просто нужно один раз попробовать и у вас все получится. И не стоит делать эти дикие пролеты на стройке. Летайте аккуратно. Также пишите в комментариях, как вам этот эффект. Будете вы его использовать или нет. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих выпусках. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok